Боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ на ПБП в Горловке. Боевики заблокировали наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на передовой патрульной базе в Горловке. Они окружили гостиницу и запрещали им выйти. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на отчеты с ММА ОБСЕ за 17 октября. Вечером 17 октября в 16. 03 патруль зафиксировал, что автомобильные ворота передовой патрульной базы ПБП в Горловке закрыты при помощи цепи и навесного замка, а возле ворот припаркована машина с голубой табличкой. ДНР, блокирующий выезд. У машины стояли двое вооруженных боевиков, охранявших выезд. Собственник гостиницы, в которой расположена ПБП, сообщил сотрудникам миссии, что им не разрешут покидать помещение гостиницы, сославшись на приказы от мера Горловки. Также он заявил, что все выходы были заблокированы членами вооруженных формирований. С помощью камер видеонаблюдения сотрудники ОБСЕ увидели, что перед гостиницей установлены три палатки, вокруг которых собрались по крайней мере четыре человека. К 17.00 двое мужчин в гражданской одежде вошли в гостиницу и заявили, что сотрудникам ОБСЕ нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, как сообщалось, был задержан вооруженными силами Украины в пределах участка разведения в районе Золотого 13 октября. Данная ситуация продолжилась и после окончания отчетного периода, и все еще продолжается. По наблюдениям СММ. Обстановка была спокойной, отметили в ОБСЕ. ОБСЕ подчеркивает, что ПБП в Горловке является офисом СММ, ОБСЕ, на который распространяются соответствующие иммунитеты и привилегии. Ограничение доступа в офис и из него рассматривается как нарушение таких иммунитетов и привилегий, а также соответствующих обязательств теми, кому принадлежит фактический контроль, говорится в сообщении. Напомним, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе. Тект озвучен в Яндекс Клауд. Из-за протестов оккупантов перед гостиницей. Наблюдатели боятся за свою безопасность. Ранее сообщалось, что оккупанты устроили протесты у гостиницы в Донецке, где проживают сотрудники ОБСЕ.